Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу День студии Татьяны Захарова. В начале выпуска о главных его темах. Министр транспорта Московской области Александр Зайцев рассказал об утвержденной программе развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса. Общественное экологическое движение «Зеленый патруль» в Московской области набирает обороты. Автомойка рядом с домом. Жители микрорайона «Дружба» жалуются на беспокойное соседство. Об этом и многом другом в материалах наших корреспондентов. В информационном агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция с участием министра транспорта Московской области Александра Зайцева. В ходе встречи были представлены схемы и озвучены планы правительства Подмосковья в части развития высокоскоростных железнодорожных магистралей, скоростного трамвая, наземного метро и других проектов, направленных на увеличение доли пассажирских перевозок. 13 августа 2013 года правительство Московской области утвердило государственную программу развития функционирования дорожно-транспортного комплекса на 2014-2018 годы. На пресс-конференции министр транспорта Подмосковья Александр Зайцев рассказал про подпрограмму проекта. Он отметил основные проблемы, с которыми сталкивается транспортный узел Подмосковья. Пассажирские перевозки в области распределены так. 60% осуществляется автомобильным общественным транспортом, 30% – железнодорожным, чуть больше 5% – наземным электрическим транспортом. В Московской области совершенно очевидно недостаточные провозные и пропускные способности автомобильных дорог на сегодняшний день перегружены на 20%. Не соответствует нормативным требованиям 70% автомобильных дорог, отсутствуют путепроводы в достаточном количестве, пешеходные переходы в местах пересечения с железной дорогой. Это основные проблемы инфраструктурного и транспортного характера, с которыми сталкивается Москва. В Подмосковье также необходимо не менее 16 транспортно-пересадочных узлов. Это железнодорожные станции, пассажирооборот которых составляет более 5 миллионов человек. Это должны быть полноценные качественные вокзалы, которые будут обеспечивать все возможности пересадки с одного транспорта на другой внутри себя в соответствующих условиях. И тут стоит отметить железнодорожную станцию Мытища, пассажирооборот на которой составляет 16 миллионов человек в год. В сравнении, в аэропорту Шереметьево эта цифра составляет чуть более 20 миллионов. Транспортная инфраструктура Мытища испытывает колоссальную нагрузку. Транспортная инфраструктура в Мытище. Естественно, там необходимы дополнительные железнодорожные пути, там необходимы наши наземные, как следствие, наши наземные метро. Необходим интервал железной дороги 3-4 минуты и необходимо строительство полноценного качественного вокзала. Будем надеяться, что Мытищинский район войдет в программу и в скором времени эти планы реализуются. Министр транспорта более подробно остановился на подпрограммах проекта. Первый – пассажирский транспорт общего пользования. Здесь планируется развитие автобусных перевозок, железнодорожного транспорта, а именно создание наземного метро. Речь идет о строительстве дополнительных путей 125 километров. Необходимо развивать перехватывающую инфраструктуру. Планируется построить 80 тысяч машиномест и дать возможность автолюбителям пересаживаться на общественный транспорт. Так как более 50% подвижного состава Московской области морально и физически изношено, по этапному обновлению подлежат 2800 единиц. Александр Зайцев остановился на подпрограмме «Дороги Подмосковья». В том, что касается ремонта региональных дорог, ранее за последние буквально три года было отремонтировано всего 254 километра дорог. Московская область и Главное управление дорожного хозяйства планируют выйти на стабильный и нормативный уровень ремонта дорог на территории Московской области. Это 1300 километров в год. Основной целью программы является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Московского региона. Татьяна Захарова, Олег Степанов, информационная программа «День». Общественное экологическое движение «Зеленый патруль» в Московской области набирает обороты. В Мытищинском районе его отделение было создано в начале июля. Но за столь небольшой срок участники уже успели не словом, а делом заявить о себе. О том, где в этот раз высадился «Зеленый десант» в репортаже Надежды Трифоновой. В нашем районе много удивительных красивых мест. Сюда любят приезжать на пикник как мытищинцы, так и гости из соседних городов. Но, к сожалению, не все отдыхающие забирают с собой мусор, который неизбежно образуется в результате посиделок на природе. Собраться всем вместе и убрать территорию, куда любят приезжать отдыхать горожане, стало традицией для жителей Мытищинского района. Вот и сегодня в деревне Сорокино собрались активисты и жители, чтобы убрать пляж за сельским ДК. Садовый инвентарь, мешки для сбора мусора и перчатки директор Пироговского центра культуры Наталья Рамира Скрибейра привезла в избытке. Хватило не только участникам местного отделения «Зеленый патруль», но и жителям Сорокино, случайно оказавшимся в гуще событий. Сегодня в акции порядка 15-20 человек местных жителей приняло участие с детьми, молодежью. Я думаю, что это такой положительный опыт, который можно передать и остальным жителям, которые живут здесь. Теперь даже маленький Андрей, который помогал взрослым, знает, бросать мусор мимо урны – это плохо. Мусор очень был такой, вообще невозможно. Вообще грибы – это невозможно. Ну, вообще. Это пахло, да? Да. Вот от мангалов этих – фу-фу. Общественные деятели и сотрудники администрации поселений и Мытищинского района давно взяли на заметку места отдыха горожан. И не первый год они организуют субботники. Теперь же у тех, кто радеет за природу, есть общий план действий. В прошлой акции у нас мы выезжали в лесничество на Волковском шоссе, убирали там, потому что люди любят ходить туда, отдыхают, зимой катаются на лыжах. И вот в летний период мы туда тоже выезжали убирать лес. Вот и пляж в деревне Сорокино чистый. Но сделать весь Мытищинский район зоной свободной от мусора, а главное – научить его жителей и гостей бережно относиться к природе, за один день никому не удастся. Поэтому впереди у сторонников движения «Зеленый патруль» еще много работы. Надежда Трифонова, Александр Савкин. Информационная программа «День». Беспокойное соседство осложняет нормальное течение жизни 3-й парковой улицы в микрорайоне «Дружба». Конфликт интересов испортил отношения, которые теперь никак нельзя назвать добрососедскими. Наш корреспондент выслушал мнение сторон. Жители 3-й парковой улицы хорошо помнят, что их поселок закладывался как город-сад, о чем писал Михаил Булгаков еще 90 лет назад. Тогда это был первый в республике рабочий поселок в экологически чистой среде. Сюда переезжали из тесных душных городов, чтобы дышать свежим воздухом. Сейчас ситуация совсем иная. Когда тенистая аллея выходит к самым окнам дома, то это, конечно, благо. Аллея как бы защищает дом от дорожной пыли и шума. Но когда появляется вот такое соседство, бессильно и аллея. Это автомойка, которую возвел на своем участке новый сосед. Окна комнат 9-этажного дома выходят прямо на нее. Педанный гараж я построил только для того, чтобы обслуживать только себя. Но так как в силу того, что здесь деревня у нас маленькая, мытищи – это одно, а дружба – это немножко другое, ко мне стали приезжать соседи, знакомые, и все просили – давай мы здесь, давай мы так. Получается, что Андрей Анатольевич коммерцией не занимается. Гараж арендует совершенно посторонний человек. Вот с него и надо спрашивать. По определению мытического отдела кадастровой службы этот объект имеет статус платной автомобильной мойки. Но жители говорят, что здесь владельцам машин оказывают и другие услуги. Он делает шиномонтаж на улице под нашими окнами. Не в своих хибарах, не в своем доме, а под нашими окнами, вот здесь вот прям, на общей территории. Вы знаете, что такое шиномонтаж? Все окна выходят туда. Нет такого, чтобы сюда или туда. Мне спрятаться от этой химии некуда. Я вот когда работала, еще мало замечала. Вечером и утром только меня беспокоили, потому что с утра начинают, и вечером это до бесконечности у них это все. Действительно странно. Автомойка вроде бы есть, но ответственность возложена на арендаторов. А они постоянно меняются. И предписаний, и предупреждений исполнять и не думают. И владелец вроде как ни при чем. Да, миллионы постановлений, предписаний. Значит, соответственно, владелец данной автомойки их не выполняет. Предписания носят чаще всего уведомительный характер. Если проверяющая организация обнаружила, что в автомойке отключена вода, значит и нарушений никаких нет. Ведь гараж построен исключительно для личного пользования. Таких писем ни о чем накопилось уже немало. И все же в скором времени дело будет разбираться в суде. На предмет сноса незаконно построенной автомойки. Конечно, это конфликт. И мы хотим разрешить этот конфликт, так как, собственно, все по законодательству мы имеем право на спокойную жизнь, на чистый воздух. Обе стороны готовят документы и доводы. И, конечно же, взывают к справедливости. Если перефразировать того же Булгакова, то получается, что симпатичные люди живут на улице Третья Парковая. Вот только автомоечный вопрос их сильно испортил. Сергей Берзин, Сергей Власов, информационная программа «День». Уже год на территории Мытищинского храма Рождества Христова свою работу ведет общество анонимных наркоманов, помогающие людям, попавшим в зависимость от наркотических средств, справиться со своим недугом. Ведь наркомания – это настоящая болезнь, требующая не только медицинского, но и духовного лечения. С людьми, сумевшими излечиться и победить свою слабость, пообщалась наш корреспондент Алина Мухина. За плечами каждого из них своя непростая, а зачастую страшная история. Бессонные ночи в поисках очередной дозы, проблемы с законом, тающие на глазах здоровье, слезы близких и катящаяся под откос жизнь. Но все это в прошлом, ведь им удалось перешагнуть черту, разделяющую жизнь на два цвета – черный и белый. Я употреблял наркотики очень долго, больше 10 лет. Когда было все очень плохо, когда уже ничего мне не помогало, я пытался и в больницах лежать, и дома закрываться, и уезжать в другую страну, и в другие города. Я всегда находил наркотики, всегда находил то, что я любил. Девушка одна посоветовала попробовать, приди на группу, вдруг у тебя получится. На данный момент почти 6 лет я не употребляю наркотики, алкоголь в том числе. Общество анонимных наркоманов – это группа обычных людей, попавших в наркотическую зависимость. Среди них нет профессиональных психологов или врачей. И главное лекарство – это живое общение друг с другом. Сложнее всего открыться малознакомым людям и обнажить свою истерзанную душу. Признаться окружающим, а главное – себе в своей слабости. Но именно это и является первым шагом на пути к выздоровлению. Ведь реальный опыт тех, кто также был на грани, но смог вовремя остановиться, служит лучшим стимулом к новой жизни без наркотиков. Наркоманы вообще скрытные люди. И открываться всегда тяжело. Но для этого и на группе присутствуют только те, у кого проблемы с наркотиками. Чтобы открываться было проще. Несмотря на то, что сообщество базируется на территории православного храма, в группу может вступить любой желающий вне зависимости от религиозных убеждений. Здесь неважно, какому богу ты молишься, чем ты занимался раньше, где работаешь сейчас и какие наркотики употреблял. Важно лишь одно – желание стать свободным. Сообщество анонимных наркоманов понимает Бога, как Он есть. Но в их деле главное сейчас – это перестать употреблять. Потом могут прорасти начатки и веры, и приобщение к какой-то традиционной конфессии. Но главное сейчас – это воздержание и борьба с тем, чтобы не употреблять то или иное вещество, изменяющее сознание. На сегодняшний день в Мытищинском районе существует два подобных сообщества. По адресу Новомытищинский проспект, дом 6, деревянная церковь рядом с храмом Рождества Христова, и в микрорайоне Перловский, на улице Крестьянская, дом 17, дробь 39. Узнать о расписании групп, а также любую другую информацию можно по горячей линии. 495-505-33-96. Как говорят сами члены общества, главное – решиться сделать первый шаг. Не бойся, я тоже боялся. Идея создания подобного сообщества зародилась в Америке 60 лет назад. Российскому обществу анонимных наркоманов в этом году исполняется 23 года. За это время тысячи людей, выбравших однажды неправильный путь, смогли нащупать дорогу к свету и убедиться, что выход все-таки есть. Алина Мухина, Алексей Илюшин, информационная программа «День». Я давно хотел в свою квартиру, не думал, что меня могут обмануть. Я же не юрист, я не должен знать все законы. Та сеток покупают. Я хотел зарегистрировать договор, но меня убедили, что и так все в порядке. Решила, была не была, блок выгорит. Ну да, обманутый дольщик. Принимай взрослые решения. Знай закон и стройся. Православные христиане празднуют яблочный спас. 24 августа в субботу в музее-заповеднике Чехова-Мелехова пройдет народное гуляние праздник урожая «Яблочный спас» в Мелехове. С покупкой Чеховым имени в Мелехове сбылась давняя мечта писателя – свое приусадебное хозяйство. Антон Павлович сам занимался разведением плодовых деревьев, заказывал нужные сорта яблонь, слив, кустов сирени и роз. Чеховский сад и поныне приносит плоды и готов делиться ими с гостями усадьбы. Посетителей ждет насыщенная программа – молебен, концерт, конкурсы, спектакли по рассказам Чехова, мастер-классы по лепке из глины, гончарному ремеслу, росписи по стеклу, ярмарка народных промыслов. Начало мероприятия в 13 часов. Уважаемые телезрители, смотрите в среду, 21 августа, программу «Диалог с властью» с участием депутата Московской областной думы Никиты Чаплина. Разговор пойдет о парках и лесопарковых зонах Матищинского района. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Нас также можно смотреть в онлайн-эфире на сайте www.tvm.ru А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова